Покрытые гуашью и лаком фигурки девушек в чувашских народных платьях и разные зверушки приветливо встречают гостей выставки. В студии детской глиняной игрушки «Азамат» работы создают по старинной, проверенной технологии. Глину собирают только с глубины 2-3 метров. Два-три дня сушим фигурки при естественной температуре комнаты, а потом обжигаем. Потом мы эти игрушки затираем, зачищаем, по технологии забеливаем молоком, смелом. Говорят, все поры закрываются. А потом уже приступаем к раскраске. Выставка – часть фестиваля искусства «Слава земли Самарской». На сцене ярчайшие краски народных костюмов. В концерте участвуют творческие коллективы разных национальных центров – русского, казахского, чувашского, мордовского, татарского и башкирского. Возраст артистов от 6 до 70 лет, но больше всего среди поющих и танцующих были именно дети. Важно, что они продолжают традиции своих отцов, дедов. Важно, что они несут культуру своего народа. Они поют песни этого народа. Они рассказывают стихи на языке своих предков. Они одевают костюмы своих предков. Здесь в зале представители старшего поколения, члены организации ветеранов и инвалидов. Людей, которые всю свою жизнь посвятили нашей Родине, нашему городу. Людей, чью работу, чью деятельность мы и славим сегодня. Фестиваль «Во славу земли» Самарской проходит уже в четвертый раз. Он приурочен ко Дню народного единства и служит укреплению дружбы между многочисленными народами Самарской области. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Дмитрий Мешканцов, Дмитрий Мешканцов, Дмитрий Мешканцов. Дмитрий Мешканцов, Дмитрий Мешканцов. Дмитрий Мешканцов, Дмитрий Мешканцов.